Лиза Папп, Мэйделин Финн и библиотечная собака. Я не люблю читать ни книжки, ни журналы, ни даже рекламу мороженого. Особенно я не люблю читать вслух. Надо постараться, Мэйделин Финн, говорит мне учительница. Но некоторые слова мне никак не выговорить, а некоторые предложения застревают комком в горле. А когда я ошибаюсь, кое-кто хихикает. И наклейку-звездочку от учительницы я ни разу не получала. Учительница мне даже не улыбается, а получаю я только сердечки, которые означают «надо стараться». Этих сердечек у меня целая куча, а я хочу звездочку. Но звездочки дают тем, кто хорошо читает, то есть тем, кто понимает прочитанные слова и правильно их произносит. А еще я знаю, звездочки дают тем, кто добивается своего. Вот и я хочу добиться своей собственной звездочки. Но ни в понедельник, ни во вторник звездочку я не получила. Наверное, придется подождать. В среду учительница сказала мне, что надо стараться. В четверг я не смогла правильно произнести имя Зайца. Его звали Сэмюэл. Я хотела называть его просто Сэм, но учительница была против. Лучше не стало и в пятницу. В субботу мама повела меня в библиотеку. Здравствуй, Мэйдалин Финн, сказала мне миссис Димпл. Она у нас библиотека. Я не люблю читать, напомнила я ей на тот случай, если она позабыла. Помню, помню, сказала она, но сегодня у нас кое-что особенное. Пойдем, тебе понравится. Мэйдалин, а ты не хочешь почитать собаки? Миссис Димпл подвела меня к большой белой собаке. Может, выберешь книжку и почитаешь ей? Это Бонни. Она любит, когда ей читают. Бонни славная, похожа на белого медведя. Ты постараешься? Спросила меня мама. Постараюсь, ответила я еле слышно. Сначала я ужасно волновалась. Буквы у меня путались. И слова я произносила неправильно. А потом я посмотрела на Бонни, и она посмотрела мне прямо в глаза. Бонни совсем не хихикала. Мне стало спокойнее, и я снова принялась читать. Тут я опять запнулась на трудном слове, но Бонни не обратила на это внимания. Она положила свои большие лапы мне на колени, и я гладила ее до тех пор, пока не справилась с этим трудным словом. А потом, каждую субботу, я читала книжки вместе с Бонни. Хорошо читать, когда не боишься сделать ошибку. Бонни научила меня не торопиться и стараться. Как раз то самое, о чем говорили мои сердечки. Звездочку я еще не получила. Но зато я научилась терпению, как Бонни. Скоро нужно было снова читать в классе. Но когда мы пришли в библиотеку, Бонни там не оказалась. Да и миссис Димпл тоже. «Может, подождешь, когда освободится другая собака?» Спросила меня библиотекарь, которая была вместо миссис Димпл. «Спасибо, нет», — ответила я вежливо. «Не расстраивайся», — сказала мне мама дома. «Просто Бонни сегодня очень занята». «А как же школа?» — спросила я. «У тебя все получится», — сказала мама. «Просто представь себе, что ты читаешь для Бонни». В понедельник с самого утра я очень волновалась. «Мэйдалин Финн, ты готова продолжить чтение?» — спросила меня учительница. «Готово», — ответила я еле слышно. Первое предложение я прочла легко. Потом запнулась на одном слове, потом на другом и услышала хихиканье. Но тут я подумала о Бонне, поглубже вдохнула и представила себе, что она рядом со мной. И вдруг я обнаружила, что нахожусь уже в конце страницы. Я подняла глаза на учительницу и увидела, что она улыбается мне. У меня все получилось, я заработала свою звездочку. В субботу мы снова пошли в библиотеку. Миссис Димпл уже вернулась. «Я получила звездочку», — сообщила я ей. «И хочу отдать ее Бонне». «Вот и славно», — кивнула мне миссис Димпл. «Я думаю, Бонне тебя тоже кое-чем удивит». «Ну что, Мэйдолин Финн, не почитаешь ли ты книжку для Бонни и ее щенят?» «Конечно, почитаю», — сказала я громко и радостно. Субтитры создавал DimaTorzok